Что девушка такое может сделать, чтобы мужчина исчез? Что за вопрос? То тут голая, то тут где-то скачет. Читать надо. Потому что у нас категория плюс шесть. Нанимаем. Пусть поэтому не запомнил имя. В эфире программа «Дорогая, в тебе слишком много драмы». И сегодня мы будем говорить с человеком, которому слово «драма» совершенно не подходит. Видимо, ты намекаешь, что сегодня человек-праздник у нас. Именно так. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Санкт-Петербургского издательского дома «Коммерсант» Максим Ефимов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, скорее всего, многолик, потому что я в этой студии был уже два раза. И мое поведение зависело, естественно, от темы. Предыдущие темы были достаточно серьезные. Мне трудно было знать человеком-праздником, я был человек-серьезность. Сегодня, конечно, нет. Да и лето. Ну и замечательно, потому что сегодня мы будем говорить о кино. И один из ваших любимых фильмов — это «Запах женщины» 92-го года. Я так понимаю, что не все наши зрители смотрели фильм. Можете вкратце, буквально в двух-трех предложениях рассказать, о чем он? Я даже предлагаю усложнить вам задачу и действительно ограничить рассказ о фильме буквально двумя предложениями. И все. И точка. Да, наверное, двумя предложениями будет проще. Это вопрос о том, как два абсолютно несовместимых человека обменялись между собой своими жизненными принципами и подружились. И один спас другого, а второй спас первого. А потом наоборот. Да, потом наоборот. Как вы считаете, что хотел сказать автор этим фильмом? Какая основная мысль, мораль? Во-первых, надо сказать, что это ремейк фильма. Это ремейк итальянского фильма, по-моему, «Дишсер Дина Ризи». Не помню, когда появился оригинал этого фильма, но да, в 92-м году появился «Запах женщины». Я думаю, что это вопрос просто вечной темы человеческих взаимоотношений о любви, о порядочности, о жизненных принципах, о том, что действительно два абсолютно разных человека вообще по возрасту, по положению могут сойтись и сначала чуть ли не поубивать друг друга, а потом, являясь по смыслу очень порядочными людьми, оказаться, что у них очень много общего. Вот, наверное, вопрос об этом, о человеческих взаимоотношениях. Я думала, что это будет история любви, а на самом деле, как таковых женщин-то в этом фильме-то особо и нет. Скорее, больше дан намек, история, скорее, о мужчинах. Абсолютно, фильм абсолютно о мужчинах, о их восприятии мира, о их дружбе и, конечно, о их отношении к женщинам, потому что самая главная сцена, естественно, которая является вот эта сцена танца основного полковника Фрэнка, Фрэнк Слейт, по-моему, с незнакомой абсолютно девушкой в ресторане, это, конечно, на мой взгляд, одна из самых сексуальных вообще сцен, ну, наверное, в фильмах того времени. И сексуальность ее не в том, что кто-то раздевается, а в том, что она на такой, на такой проходит сексуальной искре, что, в общем-то, наверное, это очень круто. И поэтому это об отношениях мужчин к женщине в том числе, но не о любви. Это вообще, вот как раз сцена танго, это мой самый любимый момент, потому что вот там показаны глаза женщины, которая встретилась с настоящим мужчиной. Она там так и смущается, и улыбается, ну, это вообще можно бесконечно смотреть. Ну, вообще эта сцена такая, она в ней столько скрытых символов и намеков, то есть я могу какие-то свои рассказать, которые я увидел, вы можете свои абсолютно, потому что взгляд мужчины-женщины на эту сцену разный. Я просто общался и с друзьями, и с девушками, друзья мужского, полуженского, все по-разному ее видят. Я, например, вижу так, что, во-первых, это майор показал своему молодому другу о том, как вообще можно завоевать женщину мгновенно, причем, в общем-то, не ставя такой задачи. Хорошо, полковник обескуражил женщину-девушку буквально за пару минут. А у вас, Максим, есть способы обескуражить женщину за пару минут? Ну, это же нельзя так рассказывать в прямое, это же наши секреты. Дело не в этом, дело в том, что этот фильм, в частности, эта сцена дает, ну, как бы некую такую большую надежду мужчинам о том, что, в принципе, настоящий мужчина, если он действительно настоящий, а Аля Пачина играет настоящего такого мужчину, может, в общем-то, завоевать любую девушку, сделать это достаточно быстро и достаточно элегантно. Вот, и это дает надежду и учит мужчину завоевывать женщину. Не могу сказать, что я этим пользуюсь, хотя пользуюсь. Но фирменные свои приемы вы не расскажете. Конечно, но их, наверное, и нет таких, это же каждый раз импровизация, вот, но еще раз повторюсь, эта сцена танго, она как раз показывает, как элегантно можно сделать. И это один из способов знакомства и завоевания женщины, но не единственный. Я предлагаю домучить вопросами про женщин. Хорошо, герой Аль Пачина выбирал женщин по запаху, а у вас есть какие-то критерии? Ну, я сразу поправлю, он не выбирал женщин по запаху, он их оценивал, потому что, ну, он лишен был зрения, вот, и для него это был очень важный, ну, наверное, самый важный, наверное, критерий отбора. Вот, и, наверное, понятно, что люди все пахнут по-разному, и понятно, что когда человек слепой, у него обостряются чувства, в частности, чувства обоняния, вот, и он просто, если нормальный человек, вот, увидел девушку, понравилось, да, нравится образ, овал лица, фигура, то для него это было, почувствовал запах и сразу понял, что это его. Поэтому для него это просто один способ выбора, и другого у него не было на первом этапе, во всяком случае. Это же Аль Пачина. Да, да, да. А мы-то все больше о вас. А, во мне, а во мне. Не, ну, запах очень важная вещь, естественно. Дело в том, что запах не обязательно может быть явным. Я всегда рассказываю одну такую историю, они произошли еще не со мной, а с одним моим товарищем, и одной моей знакомой, которую мы, они были в одной нашей компании, когда у них начинал завязываться роман, ну, видно, что они симпатизируют друг другу, вот, и все это происходило на глазах у всех нас, друзей, и мы очень радовались, вот, и вдруг мгновенно прерываются отношения, просто они становятся прохладными, и, как бы, ничего дальше не происходит. И так как я знакомый с этим парнем хорошо, мой друг, и с девушкой мы друзья были, я задал вопрос ему, что случилось? Он говорит, понять не имею, вообще не понимаю, что случилось. Задаю вопрос девушке, она говорит, ты знаешь, мы как-то вот взяли и поцеловались, и как-то я, ну, почувствовал запах, его запах, и в том числе поцелуи, мне не понравилось. Я говорю, что мне понравилось? Техника поцелуя, что? Она говорит, ну, не могу сказать, ну, запах, не мой человек, и все, и как это рубило. То есть это такой важный параметр, оказывается, как мне оказалось, для выбора своего человека, в том числе запах. Химия пропала. Ну, это даже не химия, это действительно запах, наверное, запах. Вот не нравится, как человек пахнет. Не знаю, что он плохо пахнет, просто он пахнет не так, как тебе кажется, должен пахнуть твой избранник. Вот, вот, в частности, эта история это показала. Ну, а для Аль Пачино, и, точнее, для его героя, вот, ну, это был вообще один из важнейших факторов. Вот, и уже второстепенно было, как человек выглядит. То есть, скорее, для него был фактор запаха, важный, а потом действительно, как человек разговаривает. Именно поэтому фильм заканчивается на такой, опять-таки, опсимистичной ноте для нас, мужчин, взрослых, да, когда он тут же встречает девушку, которая нравится ему по запаху, еще правильно говорит, очень хорошая профессия, она, по-моему, учительница. Да, учительница. Вот, и фильм, в общем-то, заканчивается, как бы, на позитивной ноте, потому что, ну, явно будет следовать продолжение отношений полковника и этой учительницы. Вот, вот, а мы любим сказки с хорошим концом, поэтому тоже по этому фильм. Для вас, как для издателя, важно, чтобы девушка грамотно говорила? Конечно, конечно. Не то, что, не то, что мне важно, чтобы она говорила, мне еще важно, чтобы она правильно писала. Вот, никакого здесь нет, то есть, когда девушка начинает писать неграмотно, с ошибками, не то, что меня это раздражает, ну, ради бога, но сразу начинаешь включать логическую цепочку, если она неграмотно пишет, значит, она не очень много читала в детстве, если она не очень много читала в детстве, наверное, не много чего знает, если она не много чего знает, наверное, с ней не о чем будет особенно и поговорить. Ну, и, как говорится, и зачем такая девушка, вот, поэтому, хотя, может, это неправильная логическая цепочка, но на практике показывает, что так и есть, вот, потому что девушки, которые пишут грамотно и которые разговаривают грамотно и не скажут, там, ехай прямо, вот, Ну, они обычно сразу это показывают и воспитание, в какой семье она выросла, и какие книги читала. Я прямо сейчас маме хочу спасибо сказать, что филологию отдала на журфак, да, я чувствую, что не зря. Не зря, не зря, всё не зря. Не, может быть, кому-то, для кого-то это не важно, важно, чтобы там был, ну, там, 90-60-90, там, томный взгляд. Да, томным взглядом, да, 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 но это, конечно, какое-то время ещё хорошо, а потом-то хочется же поговорить. Даже же была короткометражка, я думаю, все помнят. Конечно, конечно. О чём с тобой любить? Да. Потому что у нас категория плюс 6. Ну, это правда, это правда, это, кстати, очень такой, это короткометражка, она такая, очень, очень такая, честно говоря, ну, лично у меня произвело большое впечатление, потому что, ну, тут жизнь. Вот прямо жизнь, вроде, чё ещё надо. У меня тоже сразу захотелось учебники по истории перечитать. Да, да, это так и есть, потому что человеческое общение – это очень важная такая вещь. Вот, поэтому, если, опять-таки, говорить про прочтение, читать надо. На нас оказывают неизгладимые впечатления те фильмы, когда мы видим какую-то взаимосвязь между собой и главным героем, либо сюжет фильма напоминает какие-то наши жизненные ситуации. Если говорить о фильме «Запах женщины», вот вы можете какую-то взаимосвязь найти между собой, либо одним из героев, либо какая-то ситуация жизненная у вас была похожая, о чём заставил задуматься? Может, это переосмыслить? Ну, я считаю, что, когда смотришь какой-то фильм, не то что себя ассоциируешь с этим героем, ты, наверное, выбираешь себе герой, каким бы ты хотел бы быть. Потому что как раз сама ситуация, показанная в фильме, как раз говорит о том, что вот те принципы, которые главные герои исповедуют, вот это мои главные принципы. И там действительно ситуация не очень простая, и ты ещё начинаешь задуматься, а как бы ты себя повёл при этом. Потому что, если помните, главный герой, парень, который исполняет Крису Доннелл, он попал в неприятную ситуацию, он учится в элитарной школе и случайно становится свидетелем какого-то неприглядного поступка каких-то своих друзей. И дирекция школы ему говорит, ну, ты должен их, в общем-то, выдать, за это мы тебя не выгоним из института. Ну, сначала они говорили, что там просто будем тебе хорошо относиться, там это очень важно. Рекомендуем в Кембридж. Рекомендуем, да, в Кембридж, а потом уже даже стал вопрос о том, что об исключении из института. И он, естественно, понимая, что стоит, так сказать, на кону его карьера, он, естественно, перед выбором, и он как раз выбирает не предавать. Хотя там выеденного лица, в общем-то, не стоила сама история. Но он пошёл на принцип, в общем-то, сказал, нет, понимая абсолютно, что, скорее всего, это будет грозить карьеры. И как раз эта его жизненная позиция помогла ему сблизиться с полковником, вот в том числе. Вот, и поэтому начинаешь оценить, как бы ты себя повёл, а не так, что, ой, я такой же повёл. Я понятия не имею, не дай бог оказаться в такой ситуации. Вот, поэтому тут этот фильм заставляет просто подумать и попасть, поставить себя на место этого героя. Вот это самое, наверное, ценное, что может дать такой фильм. Вы генеральный директор дательского дома «Коммерсант» и по долгу службы, ну, довольно много общаетесь с бизнесменами. Вот скажите, как думаете, у Чарльза, даже при том, что он наверняка имеет большие жизненные перспективы с учётом Кембриджа и прочее, получится у него построить именно бизнес-карьеру? Я понимаю, что вы хотите спросить, о том, что можно ли подстраиваться под какую-то ситуацию, что он слишком прямолинейен. Я думаю, что нет, а на самом деле, действительно, они много обсуждают какие-то жизненные принципы, и у него абсолютно нормально, он не максималист. То есть, я вот считаю, что так делать нельзя, так можно. То есть, он абсолютно нормальный такой среднестатический, ну, наверное, всё-таки американский студент, но ничего экстраординарного нет. И как раз то, что он жёсток, да, жёсток, слово жёсткий, жёсткий, при каких-то вещах, да, действительно, там не предать, не обмануть, вот, наверное, всё-таки это в бизнесе помогает. Я понимаю, что в России бизнес немножечко другой, там слово дал, слово взял иногда бывает, но сейчас всё-таки тоже не 90-е годы. Сейчас всё-таки больше ценятся люди, которые держат своё слово, которые поддерживают своих товарищей. Я наблюдаю большое количество фирм, где два друга создали фирму, и в хлам поругались, и поделили компанию. И когда я анализирую, почему они это делают, вот как раз потому, что они начинают нечестно друг друга вести между собой. И как раз вижу компании, которые крепко стоят на ногах, и люди там и дружат, и ведут бизнес, и никогда не ругаются, и всегда прислушаются друг к другу. И тоже могу проанализировать, почему. Потому что они приятные люди, приятные, исповедующие вот эти общечеловеческие принципы. Честность, не уби, не продай, не возлюби, кстати. И у них всё хорошо. Поэтому, на самом деле, общечеловеческие ценности, мне кажется, всегда в почёте, в том числе в бизнесе. Ну, к возлюби бы я не была, столько тигарично. Не, ну, разное, по-всякому. Да, но я про жену партнёра своего. Жену ближнего своего. Партнёр своего, да. Потому что, да, видел случай, когда это рушило большие компании. Насколько я слышала, вы пишете или уже написали книгу о женском поведении. Ну, немножко не так. Не о женском поведении, естественно. Кто я такой, чтобы судить о женском поведении? Любители. Да, мы с одной известной петербургской писательницей, Радой Вовненко. Мы, так как мы очень давно дружим, у нас давно родилась идея написать. А, и мы не просто дружим, мы друг другу всеми спрашиваем о поведении, так сказать, лиц противоположного пола. Просто как друзья спрашивают. Она периодически меня спрашивает, а почему вы мужчины делаете вот так? Я говорю, да всё очень просто. Ну, потому что... А вы почему делаете так? Она говорит, да тоже понятно абсолютно. И родилась идея взять и написать книгу в виде писем друг другу, где мы задаём друг другу какие-то вопросы и даём на них ответы, причём чисто субъективные. То есть я задаю свой субъективный мужской ответ, она субъективный женский. Задача очень простая, наверное, дать возможность девушкам посмотреть со стороны себя, мужчинам на себя со стороны. Вот, собственно, такая задача, на самом деле, это такое просто, такое хорошее развлечение, естественно, связано с возрастом, потому что, когда наступает какой-то возраст, хочешь что-то передать поколению, написать что-то такое, что люди прочитают... Инструкцию. Да, типа инструкцию, не наступайте на мои грабли. Вот, или поймите, что когда девушка говорит, ну, условно говоря, там нет, это значит да или может быть. То есть не всё так очевидно, потому что действительно для каких-то мужчин, особенно молодого возраста, всё это не очевидно. Поэтому это просто попытка такой собрать какой-то опыт, статистику, потому что... Иногда нет, это действительно нет, чтобы не обнадёживать... Ну да, ну то есть... А последнее испанское законодательство, вот они как раз недавно ужесточили, вот бы вас там сейчас... Конечно, я уж не говорю... Не поняли. Я уж не говорю про, по-моему, Швеции, да, что теперь по согласию письменному... Я согласен, то есть такого маразма, маразма достаточно много, вот. Поэтому это такая история, действительно, просто, может быть, она поможет всем нашим, не знаю, десяти читателям, друзьям, родителям и ещё кому-нибудь... Ну, плюс два. Да, плюс два, плюс два, да, уже плюс два, уже двенадцать. Вот, действительно, можно посмотреть со стороны на себя и, может быть, сделать какие-то выводы и понять, может быть, скорректировать, скажем, своё поведение. Потому что я всегда привожу пример, что у нас есть одна глава, где мы друг другу рассказываем о том, что нас пугает, скажем, в лицах противоположного пола в поведении в интернете. То есть я пишу о том, что нам скажется странным, как себя ведут девушки в интернете, а она, соответственно, и рада пишет наоборот. Вот, и, наверное, это может помочь, прочитав это, просто, может, скорректировать своё поведение, потому что я парень знакомых... Давай я тизер. Да, да, ну я парень знакомых девушек послал эту главу, говорю, просто почитайте, говорю, это вообще как. И они прочитали, сказали, глава-то, да, интересная, только мы грохнули половину фотографий из Инстаграма и Фейсбука после прочтения. Мне кажется, очень важно сейчас сказать хотя бы одну фотографию, которую не надо выставлять. Не-не, там не стоит вопрос о том, что надо или не надо, вообще не стоит вопрос. Я не могу сказать, девушки, не делайте так, это плохо. Что удивляет женские фотографии? Опять, не в фотографиях, а в каком-то поведении. То есть есть девушки, опять, существа эмоциональные, и они, когда ведут какую-то активность в социальных сетях, ну, в общем-то, понятно, что они делают. Единственное, не всегда понятны их методы. Ну, я всегда привожу пример, когда одна моя знакомая, ну, страшно хочет найти парня, ну, прямо мучается, бедная. Ну, ладно, мужа, парня хотя бы, хотя бы очень симпатичная, вот, и она уже, естественно, и просто там фотографии выкладывала какие-то там в купальниках и там, и так, и поменьше, вот. И потом уже начала взывать уже, ну, где же ты мой любимый, единственный, вот. И я говорю, ну, и как успехи-то? Она говорит, да не пишут нормальные люди, никто не хочет со мной знакомиться, пишут какие-то странные, либо маньяки. Я говорю, ну, так давай проанализируем твой Инстаграм, ну, ты же, то тут голая, то тут где-то скачешь. А вот книжкой сфотографировано. Да, 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 абсолютно верно. Поэтому и пишут такие странные люди. Нормальный парень, когда смотрит, думает, о, господи, зачем же это мне все. То есть просто обычная-обличная логика. Она говорит, да, правда, вот, я не думал об этом. Ну, то есть вот такие вещи. Ну, и есть, понятно, какие-то для нас мужчинки, эти вещи абсолютно нам, опять, не то, что непонятные, а, ну, такие вызывающие такую улыбку, да, там, я не знаю, когда девушка выкладывает какую-нибудь философскую мысль в фотографии. Мы понимаем… Подхват под полуголу фотографии. Да, 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 да. То есть мы понимаем, что ей неудобно просто так выложить свою полуголу фотографию, потому что надо показать себя. Поэтому цитаты дегуа. Да, поэтому обязательно нужно что-то подкрепить, что как бы, вроде бы, это дело в цитате на самом деле, не в фотографии, хотя дело в фотографии. Вот, и это очень забавно. Вот, или банальные какие-то мысли они пишут там. Ну, у меня там глава, я просто расписываю про какие я вижу типы девушек в интернете. Вот, там девушка-путешественница, которая путешествует, выкладывает миллион фотографий. Там девушка-домохозяйка, которой мир сжался после… Не сжался, у меня вообще… Дай бог, дай бог, да, 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 кухни, комнаты, и она выкладывает фотографии. Вот я шарлоточку сделала, вот я еще что-нибудь… Ни одной шарлотки в моем инстаграме, ни одной. Вот, есть такой тип, женщина-мать, которая полностью растворяется в своем ребенке и даже перестает употреблять слово «я». И шарлотка рядом с ребенком. Да, она пишет «мы, мы выросли, у нас выпал зубик, мы покушали». Вот, и в интернете вместо девушки, которая когда-то была знакома до женитьбы, до рождения ребенка, вдруг появляется какой-то пухленький мальчик, который растет на твоих глазах и прям как родной становится. Вот и все, поэтому ничего в этом плохого нет. Есть женщины, которые вышли замуж, 150 фотографий с мужем. Конечно, да. Нет, у меня есть типаж девушка в отношениях, у нее не было другого парня, и вдруг вот у нее появился парень, вот мы купили носочки моему, вот мы… А потом они расстаются, красиво зубов в инстаграмме. Да, поэтому ничего в этом плохого нет. Я представляю, я представляю, как вы на нас смотрите в интернете, мы на нас мужчин, вот, когда мы фотографируемся в спортзале вот это, напротив зеркала, или у дорогих машин чужих, нам вот как бы намекают, что это моя машина. Вот, то есть, ну это так все забавно. Я хочу сказать, что мужчина, который сфоткался в зеркале у спортзала, он, в принципе, теряет вообще весь сексапил. Ну, вот я не знаю, лично для меня. Ну, вот об этом мы и скажем, потому что у меня есть знакомые, абсолютно нормальные в здравом уме, которые это эпидемически делают. Я говорю, ну, ладно, девушка это делает, ну, девушка, понятно, вот, девушка, можно, действительно, это красиво, ну, ты-то чего? Ну, когда ты уже накачаешься, ну, выйди на пляж, сфотографируйся так между делом, а зачем каждый день демонстрировать на фоне шкафчика с одеждой, как ты, значит, накачнулся. Есть, которые любят подчеркивать, там, не знаю, свою значимость, властность, там, тут я на фотографии с Полтавченко, а тут с Албином. А еще сегодня мы посовещались с председателем, а потом меня позвал на вокал вина еще кто-то. Да, 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 у меня есть такой типаж девушки, называется девушка-патриот, вот, которая, значит, она, ну, это обычно такой особый тип девушек, они работают либо в крупной какой-нибудь, скажем, нефтяной или газовой компании, или являются помощником какого-нибудь депутата, это реально целый пласт девушек, вот, вот их инстаграм, очень интересно смотреть. Все у них, Россия, вперед, значит, мы были на форуме, мы прослушали, там, президента, ну, то есть... А тоже мы. Да, 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 то есть там, да, там, там все мы, то есть, ну, там, я понимаю, что на нее влияет окружение, которое вокруг него, потому что у меня есть знакомые, которые, скажем так, там, в политике, они, они даже разговаривать не умеют по-человечески, они говорят лозунгами, вот, и девушки, которые рядом, они, собственно, тоже, видимо, набираются этого всего, и у них дивные интернет, и дивные инстаграмы. Вот, ну, это такой, тоже некий ползежка, и не то, что это плохо, ну, просто они такие есть, и это так вызывает улыбку, вот, поэтому... Ну, и там много еще типажей, прочитайте. Мы уже заинтересованы. Тизер, да, 12 читателей, это уже знаете. А еще сколько наших подруг заинтересуется. Да, 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 да. Я вообще думаю, что мы понесем эту весть. Да, давайте, давайте, давайте. Нет, на самом деле, действительно, я... Нет, очень полезная информация. Конечно, хочется, чтобы она была полезной, потому что посмотреть на себя страны всегда хорошо. Вот, или у меня там будет такая тема, которая, ну, попытка рассказать, а почему, собственно, мы встречаемся и влюбляемся в конкретных людей, почему потом расходимся. Или почему мужчина исчезает, вот, я думаю, у кучи девушек. Ну, это побочное явление, да, да, почему исчезает, в том числе, что она такое, что девушка такое может сделать, чтобы мужчина исчез. Есть целая глава, как бы, наверное, было бы правильнее девушке вести себя на первом свидании, и что не делать на первом свидании. Вот, это просто такая практическая, практичная информация, которая просто может кому-то помочь. В нашей юной программе уже есть традиция, мы в конце делаем такой небольшой блиц-опрос на, даже не сколько на знание о фильме, а скорее на логику. Вот, нужно короткие вопросы, быстро отвечаем, буквально четыре штуки. Аль Пачино ожидал этого целых 20 лет, даже больше. И именно благодаря фильму «Запах женщины» он дождался. Как думаете, что именно? Ну, что мы ожидали, Аль Пачино, который является великим актером, наверное, он ждал «Оскара». И он получил за эту роль, собственно, «Оскара». И, по-моему, несколько «Золотых глобусов». Но до этого он был раза три номинантом на главную мужскую роль, а именно этот фильм принес его в реальность. Почти как в «Дикаприо» был, конечно, данный «Оскар». Да, да, да. Ну, «Дикаприо» если бы не дали бы, вы знаете, все бы скинулись и дали бы от народа. В фильме есть момент, когда Аль Пачино бросается переходить дорогу по оживленной улице. Ему это удается, на противоположной стороне он натыкается на мусорное ведро и падает. Как вы думаете, почему именно этот момент особенно удался? Ну, это философский вопрос. Я эту сцену помню прекрасно, когда он идет и переходит до улицы, и машины мчатся, и он... Ну, все понимают, что он слепой. А что-нибудь удался? Ну, это, наверное, тоже какой-то знак режиссера о том, что машина-то его не сбила, а мусорный бак-то он сбил. Тоже, наверное, какой-то символизм есть. Но в чем он, я так, наверное, не опишу словами. А весь символизм в том, что сцена оказалась... Ну, это не сама сцена, а ее финал, столкновение с баком оказалось незапланированным. Это вообще все экстром и случайность. Это может быть, это может быть. Более того, я смотрел как-то фильм о том, как этот фильм снимали. И знаете, что меня больше всего поразило? Меня поразил как раз вот гений, актер Аль Пачино, когда он... Когда звучало слово «мотор», как он из зрячего превращался в незрячего. То есть это вообще потрясающе. Да, вот, нормальный человек, и он говорит «мотор». И вдруг он как бы начинает смотреть вовнутрь себя. Вот это, конечно, потрясает абсолютно. Он действительно готовился, проводил время со слепыми. И чтобы вот... И вот сыграть слепого, это могу сказать, что с открытыми глазами, это, конечно... То есть самый простой отдел очки, и начинаешь палочкой шевелить. А он с открытыми глазами практически всегда был. И очки надевал только в каких-то там отдельных сценах. Ну, в том числе, кстати, по-моему, он... Так как там важен был больше акцент не на глаза, а на экспрессию, на его слова, это когда вот сцена финального этого заседания в университете. Он, помню, там в очках выступал, я не помню точно. Вот, так что это важно. Это тоже все имело смысл. Вот, а про бачок не помню. Ну да, да, ну да, хорошо, да. Роль Чарли могла достаться другому актеру. Он проходил на нее пробы. Но свою звездную роль он получит буквально через пять лет. А так мог бы начать известную свою карьеру еще в этом фильме. Как думаете, о ком речь? Я не знаю, кто это, и я так могу там начать поугадывать. Это действительно может там Ди Каприо быть, и какой-нибудь... И кто еще такой может быть молодой? Можете остановиться. Да. А, я угадал? Да. А, я угадал, да. Я угадал. Было бы два человека, которые долго ждали. И, кстати, Ди Каприо, наверное, тоже бы неплохо сыграл. Потому что Крису Донал, он тоже для него, в общем-то, был старт такой серьезный в большом кино. И стал для него таким рубежом. Ну, да. Это, наверное, для Ди Каприо тоже было бы здорово. Тоже роль подошла бы, мне кажется. И последний вопрос. Аль Пачино в фильме говорил, что больше всего любит женщин. Ну, на далеком, на втором месте есть что-то, что он любит, ну, не так же сильно, но что это? Правда ли, полковник, что вы больше всего любите женщин? О, да, это правда, я больше всего любит женщин. Но на втором месте гораздо дальше, Феррари. Ну, это одна из фраз, которая, конечно... Ну, там вообще есть несколько фраз в фильме, которые, ну, заслуживают внимания. Да, это, наверное, вот эта фраза. Это, наверное, фраза, которая звучит во время его речи в университете, да, когда он говорит о том, что самое страшное, когда у тебя ампутирована душа и протеза не сделать. Вот, то есть это... Ну, я не помню точный перевод, да, надо правильно так сказать. Но еще одна фраза, которая звучит, конечно же, во время танго, это когда он объясняет девушке, которая, естественно, боится, потому что незнакомый человек танцевать не умеет. И он говорит ей, по смыслу, да, примерно, что не бойтесь ошибок Донна, он называет ее Донна, это не жизнь, это не жизнь. Ну, сделали ошибку и танцуйте дальше, ничего страшного, в этом и величие танго. То есть звучат периодически какие-то такие потрясающие фразы, которые, ну, наверное, если бы это был, например, фильм «Покровские ворота», вот, то, наверное, тоже можно считать их крылатыми. Вот, и это такие фразы, которые, может быть, не все заметили, но они, очевидно, ну, очень много говорят и о самом фильме, и о задумке режиссера, и, собственно, о том, что он хотел сказать. Ну, вы, безусловно, заслужили наш подарок в голубом конверте. Скрывайте. Скрываю. Так. Тонко искусство пофигизма. Да, парадоксальный способ – жить счастливо. Да, я многое, что могу рассказать на эту тему. Наша программа с гостем, с человеком-праздником подходит к концу. Программа-праздник. Друзья, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте, кого нам позвать в гости, и, может быть, даже посоветуйте, какие фильмы обсудить. Спасибо. 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 Спасибо.